ТАЙНАЯ ДОКТРИНА ТАЙНАЯ ДОКТРИНА СИНТЕЗ НАУКИ, РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИИ ПРЕДИСЛОВИЕ «Этот труд я посвящаю всем истинным теософам, каждой страны и каждой расы, ибо они вызвали его, и для них он написан». Елена Петровна Блавакская Лондон, октябрь 1888 года Все положение было представлено читателю с двух сторон, и ему надлежит решить, говорит ли итог нашу пользу или нет. Если бы в природе существовала такая вещь, как пустота, вакуум в природе, то следовало бы найти ее, воспроизведенной, согласно физическому закону в умах неудачных поклонников, в кавычках, светил науки, проводящих свое время в обоюдном уничтожении своих учений. Если теория, что два света производят чму, нашла себе когда-либо приложение, то это именно в данном случае, где одна половина светил предписывает своим приверженцам принять на веру их силы и способы движения, тогда как другая половина отрицает самое существование таковых. Эфир, материя, энергия, священная и постасная троица, три принципа Бога, истина, неизвестного науки, называемого ими физической природой. Теология обвиняется и высмеивается за веру в единство трех лиц в одном божестве. Единый Бог в смысле естества, три лица в отношении индивидуальности. Она сосмеивает за нашу веру в недоказанные и недоказуемые доктрины в ангелов и дьяволов, богов и духов. И действительно, то, что дало победу ученым над теологией в великом конфликте между религией и наукою, было именно возражение, что не тождественность этого естества, не претендуемая троичная индивидуальность, после того, как они были задуманы и выработаны в глубинах теологического сознания, не могли быть доказаны никакими научными индуктивными рассуждениями и менее всего свидетельством наших чувств. Религия должна погибнуть, говорят нам, потому что она учит тайном. Тайна есть отрицание здравого смысла, и наука отвергает это. Согласно Тиндалю, метафизика есть вымысел, подобно поэзии. Ученый ничего не берет на веру, отвергает все, что не доказано ему, тогда как теолог принимает все на слепую веру. Теосов и оккультист, которые ничего не берут на веру, не даже точную науку. Спириуталист, отрицающий догмы, но верящий в духов и невидимые, но мощные влияния. Все они имеют равную долю в этом презрении. Прекрасно. Тогда нам останется последний раз исследовать, не действует ли точная наука именно тем же способом, как и теософия, спириутализм и теология. Сочинение Лейнгла, считающимся образцовой книгой в науке, излагает с большою силою и убеждением огромное открытие науки и ее многочисленной победы над старыми мнениями. Каждый раз, когда они отваживаются восставать против нее, мы читаем. Далее цитата. Из чего состоит материальная вселенная? Из эфира, материи, энергии. Конец цитаты. Мы останавливаемся здесь, чтобы спросить, что есть эфир? И господин Лейн отвечает во имя науки. Далее цитата. Эфир в действительности еще неизвестен нам путем опытного исследования, доступного нашим чувствам, но он есть своего рода математическая сущность, которую мы принуждены допустить, чтобы объяснить феномены света и тепла. Конец цитаты. А что есть материя? Знаете ли вы о ней больше, нежели о гипотетическом посреднике, эфире? Далее цитата. «Точно говоря, это верно, что химические исследования ничего не могут сказать нам непосредственно о составе живой материи и также верно, что мы ничего не знаем о составе любого существующего материального тела». Конец цитаты. А энергия? Несомненно, вы можете определить третье лицо троицы вашей материальной вселенной. «Мы можем найти ответ в любой книге по физике». Далее цитата. «Энергия есть то, что известно нам лишь по своим следствиям». Конец цитаты. «Пожалуйста, объясните, ибо это очень туманно». Далее цитата. В механике существует действительная и потенциальная энергия. Работа действительно произведенная и способность производить ее. Что же касается до природы молекулярной энергии или сил, то различные феномены, представляемые телами, указывают, что их молекулы находятся под воздействием двух противоположных сил. Одна стремится их соединить, другая – разлучить их, первая сила называется молекулярным притяжением, вторая сила обязана движущей силе». Конец цитаты. «Именно так, именно природу этой двигающей силы мы и хотим знать, что это. Мы не знаем. Таков неизменный ответ. «Это пустая тень моего воображения», поясняет Гёксли в своем сочинении. Итак, все здание современной науки построено на своего рода математической абстракции, на протеоподобной субстанции, которая неуловима нашими чувствами, Югуа Реймонд, и на следствиях призрачных и обманчивых блуждающих огоньков чего-то совершенно неизвестного и находящегося за пределами досягаемости науки. «Самодвигающиеся атомы, самодвигающиеся солнца, планеты и звезды. Но кто или что есть все они, если они все самоодарены движением? Почему же тогда вы, физики, смеетесь и высмеиваете наш самодвижущийся Аркей? Тайна отвергнута и высмеена наукою». И как справедливо сказал Феликс, далее цитата, «Она не может избежать этого. Тайна есть рок науки». Слова французского проповедника «Наши слова, и мы приводим их в разоблаченные зиди. Кто, спрашивает он, кто из вас, людей науки, далее цитата, оказался в состоянии проникнуть в тайну образования тела, зарождение одного атома? Что заключается, я не скажу в центре солнца, но в центре атома? Кто исследовал до дна глубину песчинки? Песчинка, Господа, была изучаемая наукою на протяжении тысячелетий. Наука оборачивала ее так и сяк. Она делит и подразделяет ее, она мучает ее своими исследованиями, она пытает ее своими вопросами, чтобы исторгнуть из нее конечное слово относительно тайны ее строения. Она вопрошает ее с ненасытным любопытством, «Должна ли я делить тебя до бесконечности?» И вися над эту бездною, наука колеблется, теряет почву, она чувствует себя ослепленную, испытывает головокружение и в отчаянии восклицает «Я не знаю». Но если вы в таком полном неведении относительно зарождения и скрытой причины песчинки, то как вы можете проявить интуицию, что касается зарождения единого живого существа? Откуда живое существо получает свою жизнь? Где она начинается? Что есть жизненный принцип? Конец цитаты. Отрицают ли ученые все эти обвинения? Ни в коем случае. Ибо вот признание Тиндаля, доказывающее, как бессильна наука, даже в мире материи. Далее цитата. Начальная прогрессия атомов, на которой зиждется все последующее действие, ускользает от более зоркой силы, нежели сила микроскопа. Вследствие излишков сложностей задолго до того, что наблюдение может подать свой голос в этом вопросе, самый обученный ум, самое утонченное и дисциплинированное воображение отступает в изумление перед созерцанием этой проблемы. Мы не имеем от удивления, из которого не может вывести нас никакой микроскоп. И мы сомневаемся не только в силе нашего инструмента, но даже в том, обладаем ли мы сами умственными элементами, которые позволяют нам когда-либо утвердиться в понимании ультимативных конечных созидательных энергий природы. Конец цитаты. Насколько действительно малоизвестно о материальной вселенной, подозревалось на протяжении многих лет по признанию самих ученых. И сейчас имеются некоторые материалисты, которые хотели бы даже отказаться от эфира, каким бы термином не определяла наука беспредельную субстанцию, номин которой буддисты называют свабхават, так же, как и от атомов, слишком опасных в силу их древних философских и их настоящих христианских и теологических ассоциаций. Со времен самых ранних философов, записи которых перешли в потопство вплоть до нашего настоящего века, который, если и отрицает невидимые существа в пространстве, тем не менее, никогда не будет настолько безумным, чтобы отрицать известного рода пленум. Насыщенность вселенной являлась принятым верованием. И что именно заключала она в себе, мы узнаем от Гермеса Трисмегиста, талантливой передачи доктора Анны Кинсхворд, в уста которого вкладывается следующее. Далее цитата. СВАПХАВАТ Санскрит Востоковедами объясняется как пластическая субстанция, что является неадекватным определением. СВАПХАВАТ есть мировая субстанция и вещество, или вернее то, что стоит за ним, дух и сущность субстанции. Это название происходит от СУБВАХА и состоит из трех слов. СУ Хороший, Совершенный, Прекрасный, Красивый, СВА, Самость и ПХАВА, Бытие или же Состояние Бытия. Из него вся природа исходит и в него все возвращается в конце жизненных циклов. В эзотеризме он назван Отец-Матерь. Это пластическая сущность материи. Что касается до пустоты, мое мнение, что она не существует, что она никогда не существовала и что она никогда не будет существовать. Ибо все разнообразные части Вселенной наполнены так же, как и Земля, полна и изобилует телами, разнящимися между собою, качествами и формами, имеющими свои виды размеры, одни больше, другие меньше, одни твердые, другие менее плотные, большие легко видимы, меньшие, трудно уловимы или же совсем незримы. Мы знаем об их существовании только посредством ощущения чувств, потому что многие лица отрицают, что подобные существа являются телами и рассматривают их как просто пространство. Но невозможно, чтобы существовали подобные пространства. Ибо если действительно существовало бы нечто вне Вселенной, то это было бы пространство, занятое разумными существами, аналогичными ее Вселенной, Божеству. Я говорю о гениях, ибо придерживаюсь мнения, что они пребывают с нами и о героях, которые пребывают над нами, между Землею и высшей атмосферой, где нет ни туч, ни бурь. Конец цитаты, приведенной из труда Дева Мира Ермеса Меркурия Трисмегиста, переведенной на английский язык доктором Анною Кинсворд. И мы придерживаемся того же мнения, только, как уже было замечено, ни один посвященный Востока не будет говорить о сферах, как о находящихся над нами, между Землею и атмосферой, даже о самых высоких, ибо нет таких разделений или измерений на оккультном языке, как вверху или внизу, но лишь вечное внутри, внутри двух других внутри, или же планы субъективного, постепенно погружающиеся в план земной объективности, который для человека является последним, его собственным планом. Мы можем заключить это необходимое объяснение, выражая словами Гермеса верование всего мира мистиков относительно этого особого пункта. Далее цитата. Существует много категорий богов, и в каждой имеется постигаемая часть. Не следует предполагать, что они не входят в поле наших чувств. Наоборот, мы знаем их даже лучше, нежели тех, которые называются видимыми. Итак, существуют боги превыше всех образов. После них идут боги, начало которых духовность. Эти боги, будучи разумными в соответствии со своим двояким происхождением, проявляют все вещи посредством разумной природы, каждый из них, освещая свои труды помощью другого. Высочайшее существо неба, или всего того, что понимается под этим именем, есть Зевс, ибо посредством неба Зевс дает жизнь всем вещам. Высшая сущность солнца есть свет, ибо через диск солнца мы пользуемся светом. 36 гороскопов неподвижных звезд имеют высшим существом или главою, того, чье имя пантоморфоз, или имеющий все формы, ибо он дает божественные формы различным образом. Семь планет, или блуждающие сферы, имеют высшими духами судьбу и рок, которые поддерживают вечное постоянство закону природы среди беспрерывного превращения и вечного движения. эфир есть орудие или посредник, посредством которого все создается. Эфир греческий у древних божественная святоносная субстанция, наполняющая всю вселенную, а деяние высшего божества Зевса или Юпитера. У современных писателей эфир, о значении которого в физике и химии смотрите словарь Вебстера или другой. В эзотеризме эфир есть третий принцип космической семиричности. Земля является низшим, затем следует астральный свет. Эфир и Акаша высший. Это совершенно философично и в согласии с духом восточного эзотеризма, ибо все силы, такие как свет, тепло, электричество и прочее называются богами эзотерически. Истина это так, раз эзотерическое учение в Египте и Индии были тождественны. И потому олицетворение Фахата, синтезирующего все проявленные силы в природе, есть законное следствие. Более того, как будет показано в дальнейшем, истинные оккультные силы в природе только теперь начинают познаваться, и даже в этом случае еретическую, но не правоверную наукою, несмотря на то, что существование их во всяком случае в одном примере или обстоятельстве подтверждается и удостоверяется огромным числом образованных людей и даже некоторыми официальными представителями науки. сноска условосочетания правоверную наукою дается отсылка к работе грядущая сила отдел девятый. Смотрите на настоящем канале Небесная нить труд Эдварда Бульверлиптона «Грядущая раса», размещенный в соответствующем плейлисте. Кроме того, утверждение в станции 6, что Фахат устремляет в движение первозданные мировые зерна или агрегации космических атомов и материи одни в одном направлении другие в другом противоположном направлении является достаточно правоверным и научным. Ибо во всяком случае подтверждение этого положения один факт вполне признан наукою, а именно метеорные ливни периодичные заглавных букв в ноябре и августе принадлежат к системе движущейся по эллиптической орбите вокруг Солнца. Афелия этого кольца находится на 1732 миллиона миль за пределами орбиты Нептуна. Плоскость его наклона по отношению к земной орбите под углом 64 градуса 3 минуты, а направление метеорной массы движущейся вокруг этой орбиты обратно вращению Земли. Этот факт, признанный лишь в 1833 году, показывает, что это есть современное открытие того, что было известно в давней древности. Фахат своими двумя руками вращает в противоположных направлениях зерна изгустки или космическую материю, яснее говоря, вращает частицы ее, находящиеся в высоко разрешенном состоянии и туманности. Вне пределов Солнечной системы именно другие Солнца и в особенности таинственное центральное Солнце, обитель невидимого божества, как некоторые почтенные лица назвали его, определяют движение и направление небесных тел. Это движение также служит для дифференциации однородной материи вокруг и между несколькими телами, на элементы и субэлементы, неизвестные нашей Земле, которые рассматриваются нашей современной наукой, как определенные индивидуальные элементы, тогда как они лишь временные видимости, изменяющиеся с каждым малым циклом, входящим в Манвантару. В некоторых эзотерических трудах они называются масками кальпы. Манвантара Санскрит Период проявления противоположность пролаяи к растворению или покою относится к различным циклам, особенно ко дню Брамы в 4 миллиарда 320 миллионов солнечных лет и ко времени царствования одного Ману 308 миллионов 448 тысяч лет. Буквально Ману Антара между двумя Ману. Кальпа Санскрит Период кругового вращения Земли вообще цикл времени, но обычно представляет день и ночь Брамы Период 4 миллиарда 320 миллионов лет. Пахат есть ключ в оккультизме, открывающий и разъясняющий многообразные символы и аллегории, так называемой мифологии каждого народа, являя изумительную философию и глубокое проникновение в тайны природы, заключенные в египетской и халгейской, так же, как и в арийской религиях. Пахат, явленный в его истинном аспекте, обнаруживает, насколько глубоко сведущи были все эти доисторические народы во всех естественных науках, называемых теперь физическими и химическими отделами естественной философии. В Индии Пахат является научным аспектом Вишну и Индры, последний, старейший и более важный в Ригведе, нежели его сектанский преемник, тогда как в Египте Пахат был известен как Тум, происшедший от Нут, или Азирис в его аспекте первоначального бога, создателя неба и всех существ. Далее сноска. Приводится цитата из главы третьей книги мертвых. «О Тум-тум, возникший от великого женского начала, который пребывает в глубинах вод, великая бездна или пространство, лучезарный, благодаря двум львам». Конец цитаты. Двойственная сила или мощь двух солнечных глаз, или сила положительного и сила отрицательного электричества. Сноска завершена. Ибо о Туме говорится как о протеоподобном боге, который порождает других богов и создает себе форму по желанию. Владыка жизни, дающий богам их силу. Он есть блюститель над богами и тот, кто создает духов и дает им форму и жизнь. Он северный ветер и дух запада и, наконец, заходящее солнце жизни или жизненная электрическая сила, которая оставляет тело при смерти. Потому усопший просит, чтобы Тум дал ему дыхание из своей правой ноздри. Положительное электричество, чтобы он мог жить в своей второй форме. Как иероглиф, так и текст в книге мертвых указывают на тождественность Тума и Фахата. Первый представляет человека, стоящего с иероглифом дыханий жизни в руках. Текст гласит, далее цитата, Я открываю владыки ан гелиополюса. Я есмь тум. Я прохожу над водой, расплесканной тхот хапи, владыку горизонта. Я разделяю землю. Паха делит пространство и со своими сыновьями землю на семь зон. Я пересекаю небеса. Я есмь два льва. Я есмь ра. Я есмь аам. Я пожираю моего наследника. Я скольжу по земле поля анру. Данно во мне владыкою беспредельной вечности. Я есмь семя вечности. Я есмь тум которому дарована вечность. Конец цитаты. Далее следуют две сноски относящиеся к приведенной цитате. Представление выражающее последовательность божественной функции трансмутацию одной формы в другую или корреляцию сил. А аам есть сила положительного электричества поглощающая все остальные как Сатурн пожравший свое потомство. Первая сноска завершена. Вторая сноска Анру поле находящиеся во владении Азириса и разделенные на 14 отделов окруженных железную стеною внутри которой растет рост жизни всем локтей высотою. Камалока египтян Лишь те из умерших будут допущены в Аминте навсегда, которые знают имена хранителей семи покоев, то есть те, кто прошли через семь раз каждого круга, иначе они останутся в низших полях, изображающих также семь последовательных девочанов или лока. В Аминте они становятся чистым духом на протяжении вечности, тогда как в Анру душа духа или усопшего каждый раз пожирается урием змием, сыном земли, в другом значении первозданным жизненным принципом находящимся в солнце, то есть астральное тело умершего или элементарий рассеивается и исчезает в сыне земли ограниченном времени душа покидает поля Анру и идет на землю в любой форме которую она желает принять приведено из книги мертвых Аминте екипетский эзотерический и буквально обитель бога Амена или Амона или сокрытого тайного бога эзотерические царства Азириса разделенные на 14 областей каждая из которых была предусмотрена для какой-то определенной цели связанной с состоянием покойника после смерти кроме того в одной из них был зал суда это была западная земля тайная обитель темная страна и дом лишенный дверей но это был и кер нетер обитель богов и страна духов подобная гадесу греков это был и дом благого отца в котором обителей много эти 14 областей включались среди остальных и анру зал двух истин страну блаженства нетер ксер место погребения или сожжения отамер ксер безмолвие любящие поля а также многие другие мистические залы и обители одно похоже на шоул евреев другую на девакхан оккультистов и так далее среди 15 врат обители Азириса было двое главных врата входа или русту и врата выхода перевоплощения амх но в аминте не было сферы представляющей ортодоксальный христианский ад наихудшим из всех был зал вечного сна и тьмы как указал Лепсий покойники спят нетленных формах они не просыпаются чтобы увидеть своих братьев не узнают больше отца и мать их сердца не чувствуют ничего к своим женам и детям это дом бога все мертвого каждый боится молиться ему ибо тот не слышит никто не может восхвалить его ибо он не замечает тех кто поклоняется ему так же как не обращает внимания ни на какое жертвоприношение этот бог есть кармическое решение страна безмолвия обиталище тех кто умирает абсолютно неверующим а также умирающих от несчастных случаев раньше отпущенного им срока и наконец умерших на пороге овичи которая никогда не находилась в аминте или в каком-либо другом субъективном состоянии за исключение одного случая но на нашей планете вынужденного повторного рождения они не оставались долго даже в своем состоянии глубокого сна забвения и тьмы но более или менее скоро направлялись в сторону амх врат выхода определение из теософского словаря составленного Еленой Петровной Бловацкой Камалока Санскрит полуматериальный план субъективный и невидимый для нас где развоплощенные личности астральные формы называемые камарупами остаются до тех пор пока не исчезнут оттуда после полного уничтожения последствий ментальных импульсов породивших эти эдолоны человеческих и животных страстей и желаний это гадость древних греков и аманти египтян страна безмолвных теней подразделение первой группы трай локья элементарии строго говоря это развоплощенные души развращенных эти души уже за некоторое время до смерти отделили от себя свой божественный дух и тем самым утеряли свой шанс на бессмертие но при настоящем уровне знаний считается лучше относить этот термин привидением или фантомом развоплощенных личностей вообще к тем временное обиталище которых есть камалока Элифас Леви и некоторые другие каббалисты делают мало различия между духами элементариями бывшими людьми и теми существами которые населяют стихии и являются слепыми силами природы однажды отделившись от своих высших триад и своих тел эти души остаются в своих каморупических оболочках и непреодолимо притягиваются к земле к элементам родственным их грубым натурам их пребывание в камалоке разнится по длительности но неизменно кончается распадением растворением словно столб дыма атом за атомом в окружающих элементах это те самые слова которые произносятся фахатом в 11 книге и те самые титулы которые даны ему в египетских папирусах вся космогония тайной доктрины встречается разбросанная отдельными фразами даже в книге мертвых число 7 также подчеркивается и ему придается такое же значение как и в книге дзиан великая вода бездна или хаос говорится имеет семь локтей глубины локти конечно заменяют здесь деление зон и принципы в ней великой матери рождены все боги и семь величайших как фахату так и к туму обращаются как великим сущностям о семи магических силах которые побеждают змея апап или материю принципы элементы или первичные сущности основные дифференциации на которых и из которых построено все мы применяем этот термин для обозначения семи индивидуальных и фундаментальных аспектов единой всеобщей реальности в космосе и в человеке отсюда также семь аспектов в их проявлении в человеке божественный духовный интеллектуальный психический астральный физиологический и просто физический однако ни один ученик оккультизма не должен быть введен в заблуждение обычной фразеологии употребляемой в переводах герметических трудов в том что древние египтяне или греки при каждом разговоре подобно монахам говорили и ссылались на высочайшее существо бога единого отца и творца всего и так далее как мы находим на этой каждой странице подобных переводов на самом деле ничего подобного не имело места и эти тексты не являются оригинальными египетскими текстами они суть греческие компиляции из которых наиболее древние не заходят за пределы раннего периода неоплатонизма никакие герметические труды написанные египтянами как можно судить по книге мертвых не говорили бы об едином боге монотеистических систем единая абсолютная причина всего была настолько неизреченно и несказуема для ума древнего философа Египта как и вечно непознаваемая каким является оно в понимании господина Герберта Спенсера что же касается доегиптян вообще то как прекрасно замечает господин Маспера как только далее цитата достигалось им понятие божественного единства единый бог никогда не становился просто богом Лепаш Ренуф очень справедливо отметил что слово нутер нутти бог никогда не переставало быть общим наименованием чтобы стать личным конец цитаты для них каждый бог был единым и живым богом их далее цитата монотеизм был чисто географическим если египтянин Мемфиса провозглашал единство Пта исключая тем самым Омона то египтянин Исвиф возглашал единство Омона исключая при этом Пта то же самое мы видим сейчас в Индии среди Шайвов и Вайшнавов Ра единый бог Гелиополюсе не тождественен Цазирисом единым богом в Абедосе и может быть почитаем наравне с ним не будучи поглощенным им единый бог есть лишь бог Нома или города нутер нутти и не исключает существование единого бога соседнего города или Номы Короче говоря когда мы говорим о монотеизме Египта мы должны говорить о единых богах Египта а не об едином боге Конец цитаты посредством буря стиль был изменен изглажен монотеистическом смысле настолько же если не больше чем еврейской книги бытия ее греческом и латинском переводах они они могут быть герметическими трудами но не трудами написанными тем или другим из двух гермесов или вернее тот там гермесом направляющим разумом вселенной или тот там его земным воплощением называемым трисмегистом с розетского камня но все это лишь сомнение отрицание иконоборство и грубое безразличие в наш век безверия насчитывающий до сотни всяких измов и ни одной религии все идолы разбиты за исключением золотого тельца несчастью ни один народ или народы не более нежели отдельные единицы и индивиды не могут избежать своего кармического рока так называемые историки обращаются с самой историей с такой же недобросовестностью как и с народными сказаниями по этому поводу Августин Тьерри сделал честное признание если верить его биографам он оплакивал ошибочный принцип который вводил в заблуждение всех так называемых историографов и заставлял каждого из них думать что он исправляет традицию тот глаз народа который девять раз из десяти есть глаз Бога и в конце концов он признал что лишь в легенде заключается настоящая история ибо он добавляет далее цитата легенда есть живая традиция и трижды из четырех случаев она вернее того что мы называем историей конец цитаты в то время как материалисты отрицают во вселенной решительно все исключая материю археологи пытаются умолить древность и стараются разрушить каждое доказательство древней мудрости преднамеренно искажая хронологию современные востоковеды и исторические писатели являются в отношении древней истории тем же чем белые муравьи для здания Индии еще опаснее чем даже эти термиты современные археологи авторитеты будущего по вопросам всеобщей истории они готовят для истории прошлых народов судьбу некоторых строений тропических странах как сказал Мишеле далее цитата история сокрушится и разобьется на атомы в течение 20-го столетия истребленные до основания своими летописцами действительно очень скоро при помощи их соединенных усилий она разделит участь тех разрушенных городов в обеих Америках которые лежат глубоко захороненными под непроходимыми действенными лесами исторические факты останутся скрытыми от взора непроходимыми джунглями современных гипотез отрицаний и скептицизма но но по счастью истинная история повторяется ибо она следует как и все другое циклами и мертвые факты и события добровольно потопленные в море современного скептицизма снова подымутся и появятся на поверхности во втором томе тот самый факт что труд с претензиями на философию являющийся также изложением самых отвлеченных проблем должен был начаться с описания эволюции человечества от тех кто рассматривается как сверхъестественные существа духи вызовет самую недоброжелательную критику верующие защитники сокровенного знания однако должны будут претерпеть обвинения в безумии даже в худшем так же философски как делала это на протяжении долгих лет автор этого труда каждый раз когда теософ обвиняется в безумии он должен ответить открывая с такой щедростью лечебницей для своих предполагаемых сумасшедших люди стараются лишь уверить друг друга что сами они не безумны на этом декламирование отдела 17 итог положения и в целом декламирование тома 1 книги тайна и доктрина завершено продолжение последует всем общего благо благо надеюсь отец до Продолжение следует...